В лаборатории креологии живут те, кто жил задолго до нашей эры. Ученые и биологи вернули к жизни организмы, которые десятки тысяч лет были заморожены. И теперь наблюдения как реалити-шоу практически не прекращаются. Без микроскопа древний вид червей-коловраток не разглядеть. Приблизительно 0,2 миллиметра. То, что мы видим на экране, увеличено в 400 раз. Их откопали вместе со слоем вечной мерзлоты на востоке Якутии. Кажется, и что удивительного, ведь ученые и раньше ставили опыты с замораживанием и размораживанием простейших организмов. Но эти черви, согласно исследованиям, замерзли 24 тысячи лет назад. То есть, если остановить их обмен веществ при помощи заморозки, коловратки способны находиться в выключенном состоянии вечно. Разные виды коловраток между собой очень похожи. И чтобы идентифицировать вид, найденный в якутской почве, ученым пришлось провести немало времени в этой лаборатории, чтобы выяснить последовательность ДНК древней коловратки и ее современных родственников. Коловратки – это примитивные многоклеточные животные, обитают во влажной почве и в воде живут 2-3 недели. И давно вызывают особый интерес ученых. Многие их виды перестали размножаться половым путем. Когда-то исследователи выяснили, что эти черви могут выживать при полной засухе, выводя остатки воды из своих клеток. И вот оказалось, что и вечная мерзлота с повторной заморозкой им нипочем. Ребята будут продолжать работать, выявлять механизмы, почему они вдруг так вот сохраняются, что происходит в тот период, когда находятся в мерзлоте, происходят ли какие-то метаболические процессы, ну, скажем так, репарация, ДНК или еще что-то, или просто вообще ничего не происходит. Естественно, напрашивается главный вопрос, а можно ли таким же образом продлить человеческую жизнь, пока нечто подобное мы видели только в фантастических фильмах? Мы вот прямо сейчас описываем этот организм, это новый для науки вид. И также у нас есть виды на него, как на модельный объект, как я уже сказал. То есть мы собираемся, вот, в данном случае уже биомассу, а не самих калавраток, исследовать различными аналитическими методами, чтобы понять, какие вещества они синтезируют, которые помогают им сохраняться в состоянии крил-билов. Что с ними происходит, что происходит с их ДНК и так далее. Однако после опыта с оживлением древних калавраток стало известно, что этот вид червей может вырабатывать некий защитный механизм. И не исключено, что по такому же принципу можно защитить от разрушения ткани человека. Михаил Чабаненко, Даниил Каратун, Андрей Мельников, телекомпания НТВ, Московская область.